И возвращаемся к главной теме выпуска. Траста Коммерсбанка лишили лицензии. Репортаж Виктории Терентьевой. Здравствуйте, ЛТВ-7. Можно ваш комментарий небольшой записаться? Да, может, какой бы ты? Почему такое случилось и что можно делать дальше? Будет работать. Извините, пожалуйста. Всегда. Но основной акционер Траста Коммерсбанка Игорь Буймистер технически неправ. С сегодняшнего дня руководимый им банк не работает. Европейский центральный банк по предложению Европейской комиссии рынка финансов и капитала аннулировал лицензию кредитного учреждения. Траста Коммерсбанка от видео и аудиокомментария сегодня отказывается. Говорят, кризисная ситуация. Обещают писать журналистам письменное обращение. Центр обслуживания клиентов сегодня продолжает работу. На сайте сказано, что он сегодня закрыт. Банк уже долго был на грани. Тут работа с убытками, подозрениями в отмывании денег. В целом у кредитного учреждения почти 6 тысяч клиентов. Из них 263 человека, так называемые крупные клиенты. На счету у каждого из них от нескольких сотен тысяч до нескольких десятков миллионов евро. Львиная доля из стран СНГ. Общая сумма вкладов в банки 276 миллионов евро. Из них вклады резидентов 25 миллионов, а вклады нерезидентов примерно 250 миллионов. Банк на данный момент не работает. Дальнейшие шаги. Сегодня комиссия обратится в Латвийский суд, чтобы назначить ликвидатора, который и завершит всю техническую работу, чтобы вычеркнуть банк из регистра предприятий. Те, у кого вклады в рамках 100 тысяч, получат гарантированную компенсацию. На это у банка есть 64 миллиона евро своих денег. Латвийские налогоплательщики не потратят ни евроцента из своих кошельков. Те же, кто доверил банку больше 100 тысяч евро, должны будут дождаться ликвидации банка. Деньги будут получать постепенно. Сегодня дело банкира дошло до министра финансов страны. Уже в течение целого года банк получил несколько предупреждений о том, что у банка не хватает своих средств, о том, что нет бизнес-стратегии или стратегии развития. В этой ситуации, когда мы видим, что у нас уже можно видеть систематические проблемы в финансовом рынке, я считаю, что это правильное решение, и послужить, и как примером для остальных банков. Однако не стоит проводить параллели с Крайбанком или Банком Балтия, говорит нам бывший глава комиссии по рынку финансов и капитала Кристо Бзакулис. К ликвидации банка не подтолкнуло и то, что Латвия собирается вступить в организацию экономического сотрудничества и развития. Я утверждал, когда работал в комиссии, сейчас могу подтвердить, что надзоры Латвии делают свою работу вне зависимости, в какие организации мы вступаем. Траст Акоммерсбанк имеет ряд филиалов. В Украине, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, на Кипре и в России. Сегодня московский офис в Большом Казихинском переулке работал. Но, по словам сотрудницы, никто из клиентов с вопросами не приходил. Выплата гарантированных денег начнется не позднее 1 апреля.